привет друзья в общем я думаю вы все в курсе уже что недавно я перенес переезд всего моего аквариумного хозяйства и аквариумов рыбы и в общем конечно же не обошлось без эксцессов без трещин без побитых аквариумов без побитого стекла и собственно сегодняшнем видео вы увидите как очень быстро буквально за три-четыре часа отремонтировать трещину вне в аквариуме в общем я комментирую это видео уже после съемки вот вы видите у нас есть незаконченная трещина в дне ее нам нужно остановить потому что если мы даже заклеим но но трещину не остановим скол продолжится и пройдет по всему дну это мы сделаем с помощью самой маленькой коронки которая у меня была на хозяйстве и обычного шуруповерта в самом конце от трещины мы высверливаем отверстие собственно это не должно у вас занять много времени и много сил но конечно же единственная проблема это не у каждого есть коронка под рукой но тем не менее она стоит не так дорого чтобы ее не купить для самостоятельного ремонта аквариума не спеша высверливаем отверстие вот значит самом обязательно это делать самом конце отверстия вынимаем вот эту вот пробочку стеклянную потому что дальше мы ее используем в качестве затычки для отверстия которое мы с вами только что просверлили полируем края отверстия чтобы не было сколов никаких удаляем частички стекла тщательно все протираем и вот что у нас получилось в итоге друзья вот как вы видите трещину мы остановили и сейчас нужно все это дело заклеить для того чтобы судой насочилась вода в общем берем мы вот эту вот пробочку стеклянную которую мы высверлили как вы видите она треснута на пополам тоже потому что это все таки конец нашей трещины ломаем ее и склеиваем в кучу с помощью самого обычного аквариумного силикона значит для того чтобы обезжирить мы будем использовать ацетон ну и потом мы еще будем использовать керосин для того чтобы нарезать заплатки из стекла протираем тщательность наши стекла берем самый обычный силикон как я уже говорил и склеиваем все это дело обратно друзья то есть склеиваем нашу пробочку стеклянную вот таким вот образом ничего сложного нет главное сильно очень не придавливать чтобы не выдавить из трещины весь силикон убираем лишнее и ставим ее обратно в отверстие ну перед тем конечно же мы его обезжириваем намазываем тщательно все силиконом не бойтесь лучше силикона пускай будет больше лишний всегда можно убрать но вот если его будет не хватать это будет уже проблема ну и и конечно же лишний вот так вот убираем можно это делать шпатыльком у меня шпатылька под рукой не было это сделал обычным лезвием для малярного там ножа сейчас нам нужно вырезать заплатки вот я нашел у себя вот такой вот кусок стекла а кстати да вот тут муха прилетела мне на помощь вот смотрите помогала мне все время пока я заклеивал аквариум она все время лазила вокруг меня в общем делаем заплатки вырезаем я сначала хотел вырезать с края но потом посмотрел что край стекла неровный и пришлось вырезать другую заплаточку в общем отчаем в керосин наш стеклорез проходим по стеклу для того чтобы нанести керосин на стекло и отрезаем кусочек с керосином все это дело делается очень хорошо стекло режется прекрасно вот как вы видите я отрезал стекло которое не хотелось ломаться вот пришлось вот вот так вот его сломать вот и потом я увидел что один крайне ровный решил отрезать второй кусок для того чтобы все было ровненько и красивенько ну в общем ребята ну на самом-то деле ничего сложного здесь нет если у вас есть гараж есть керосин есть ацетон стеклорез под рукой и короночка для сверления стекла то вы всегда сможете такой ремонт сделать сами своими руками у себя дома ну в общем вот отрезали мы такую заплаточку и теперь ее нужно тщательно обезжирить от керосина собственно протереть и ацетончиком хорошо и края я обхожу камнем обычным камнем точильным для ножей потому что чтобы ну потом вдруг нам надо будет там обслуживать аквариум чтобы не порезать руки в общем наносим по углам аквариума силикон наносим очень хорошо обильно наносим силикон на нашу заплатку повторюсь еще раз лучше лишние потом убрать чем силикона будет мало и вставляем нашу заплатку в то место где у нас была трещина в моем случае я сделал заплатку на всю длину аквариума вот как вы видите для того чтобы ну скажем так но лучше держалась все-таки это трещина в дне и теперь я вырезаю еще полосочку стекла для того чтобы с передней части аквариума когда мы будем наблюдать за рыбками чтобы нам не бросалась в глаза вот кусок тот который мы только что вклеили в середину в аквариум все проделываем то же самое отрезаем протираем ацетончиком точильным камнем проходим для того чтобы все не это не резала руки наносим силикончик и вклеиваем в аквариум как я уже сказал друзья ремонт этого аквариума меня занял буквально минут 15 ну а силы 20 и уже через три или четыре часа я уже налил воду для того чтобы проверить нет ли течи почему я так рано налил воду да все дело в том что уже за три часа во влажной среде силикон уже сверху кристаллизовался а то что там в середине она принципе никому не мешает она потихоньку себе будет подсыхать и так что в принципе можно воду уже смело заливать не бояться и как вы видите я проверил все работает решил уже собрать и аквариум и поставить на место задекорировал я его песочком кварцевым и двумя камушками вот таким светленьким и черным инь-янь поставил все это дело над на стоечку уже где собственно скоро должна приехать рыбка то которую вы увидели в прошлом видео да она вот приехала как раз сидит на карантине в этих аквариумах в общем как вы видите ничего сложного я думаю что это видео будет многим из вас полезно потому что я получал очень много вопросов как отремонтировать трещину стекле думаю в принципе это видео можно было делать и без комментариев потому что здесь все наглядно показано но в любом случае я думаю мой комментарий на заднем плане он видео будет как-то немного веселее наверно в общем друзья всем спасибо за просмотр не забывайте подписываться на канал ставьте колокольчики здоровья добра удачи всем пока удачи всем пока